Добрый день, в эфире выпуск новостей в студии Ирина Варсан. Комиссия по чрезвычайным ситуациям по обращению службы информации безопасности приостановила действие лицензии шести телеканалов на время действия ЧП. Об этом премьер-министр сообщил на своей странице в Фейсбуке. Обращение поступило в понедельник утром от директора СИБа Александра Мустяца. Он обосновал это тем, что наблюдается усиление информационных атак и растут риски для национальной безопасности. Кроме того, СИБ заблокировал 31 веб-портал. По словам Мустяца, СИБ располагает оперативной информацией, а также доказательствами того, что Российская Федерация влияет на процесс местных всеобщих выборов, которые должны состояться в Республике Молдова 5 ноября, и подрывает демократический процесс в нашей стране, используя ряд методов, среди которых незаконное финансирование избирательных кампаний, подкуп голосов и кандидатов, а также кампании по дезинформации через определенные телеканалы, сайты и социальные сети. Озвучив заявление для прессы, Мустяца ушел, отказавшись отвечать на вопросы журналистов. В связи с этим сегодня я предложил комиссии по ЧС приостановить на время чрезвычайного положения лицензии шести телеканалов, а именно Аризон ТВ, АйТВ, Прайм, Публика ТВ, Канал 2, Канал 3. Деятельность этих телеканалов осуществляется со множественными нарушениями законодательства, которые были выявлены Советом по телевидению и радио, а также на основе информации, которой располагает служба и представляет опасность для информационной безопасности. Эти телеканалы постоянно пропагандируют манипулятивные нарративы, которые наряду с информационной агрессией, продвигаемой внешним фактором, порождают дополнительный источник нестабильности по соседству с Украиной, НАТО и ЕС. Еще одна тема, связанная с обеспечением информационной безопасности, касается и онлайн-сферы. В соответствии с положением Комиссии по чрезвычайным ситуациям, СИП анализирует отражение информации веб-порталами и в случае выявления действий, подпадающих под критерии, установленные Комиссией по ЧАЭС, отдает распоряжение о блокировке веб-ресурсов. Так, сегодня был подписан приказ, согласно которому будет заблокирован 31 веб-портал, 21 из которых находится под непосредственным управлением Российской Федерации. Благодарю за внимание и желаю удачного дня. До свидания. У нас есть несколько вопросов. Вскоре после этих заявлений премьер-министр Дарин Ричан написал на своей странице в Фейсбук, что Республика Молдова ежедневно подвергается гибридным атакам со стороны Российской Федерации. А в последние недели эти угрозы усилились. Россия через организованные преступные группировки хочет повлиять на местные выборы 5 ноября и подорвать демократический процесс. Сегодня по рекомендации СИП комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение приостановить действия лицензий шести телеканалов, продвигающих иностранные интересы. Мы располагаем доказательствами того, что эти телеканалы служат интересам извне в целях дестабилизации ситуации в Республике Молдова. Мы этого не допустим и будем действовать оперативно и решительно каждый раз в интересах граждан, написал Ричан в Фейсбук. Решение уже вступило в силу, так как было опубликовано на официальном сайте правительства. С реакцией на решение КЧС о приостановлении лицензии шести телеканалов выступили известные политики и журналисты. Так депутат от ПСРМ Адела Рейляну сказала, что цитата «хорошие люди разграбили и моделизировали медиапространство до упора. Теперь вы понимаете, почему сохраняется чрезвычайное положение. Уничтожить каждый голос – критикующий режим. Они понимают, что почва уходит у них из-под ног и прибегают к репрессивным мерам, чтобы остаться у власти. Мы не удивимся, если по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям отменят и результаты местных выборов после того, как они потерпят громкое поражение в крупных городах и в большинстве коммун страны», – отметила Адела Рейляну. В свою очередь, исполнительный секретарь ПСРМ Игорь Дадон написал на своей странице в соцсети, что после сегодняшнего решения о закрытии еще шести телеканалов на медиарынке остались только те каналы, которые поют хвалебные речи желтой власти. «Мая Санду напрасно настаиваешь. Насильно мил не будешь. Закрытие еще шести телеканалов не принесет тебе любви народа и не уменьшит растущую ненависть людей к правительству хороших времен», – подчеркнул Игорь Дадон. Журналист Юлия Семенова с иронией написала в соцсетях, что сталкивается впервые с такой цитата «трогательной заботой властей о чистоте информационного пространства с таким неукоснительным соблюдением имя основных прав человека, с такой бескомпромиссной защитой реконституционных ценностей». «Мая Санду» выступила с реакцией. Она отметила, что решение о временном приостановлении действия лицензии шести телеканалов Республики Молдова является ответом национальных властей на попытки России вмешаться в местные выборы в нашей стране. Заявление глава государства сделала в ходе совместной конференции с президентом из Португалии, которая прошла сегодня в Кишиневе. Директор службы информации и безопасности Александр Мустяца направил в Центральную избирательную комиссию обращение, в котором утверждает, что кандидаты от партии «Шанс» на выборах примаров муниципе в Бельце и Аргеев якобы представляют угрозу для безопасности государства. По его словам, Виктория Ашапа и Алексей Лунгу продвигают и лживые предвыборные обещания с целью коррумпирования избирателей. В своих ответных репликах оба кандидата подчеркивают, что программы партии «Шанс» направлены на развитие Бельц и Аргеева. В обращении в Центральную избирательную комиссию директор СИП Александр Мустяца указывает, что кандидаты на должности примаров муниципе в Бельце и Аргеева Виктория Ашапа и Алексей Лунгу, соответственно, выступили с публичным предложением и обещанием внедрить инфраструктурные проекты и социально-экономические программы, в основе которых лежат действия по коррумпированию избирателей материальными и финансовыми средствами, происходящими от отмывания денег, инициированного лидером преступной группировки «Шор». Исходя из этого, глава СИП утверждает, что названные кандидаты намерены повлиять на избирательный процесс. В своей реакции на это кандидат на должность примара Аргеева Алексей Лунгу заявил, что программа партии «Шанс» по развитию Аргеева и Бельц названы угрозой в адрес государства. Для них предвыборное обещание, в котором мы говорим об улучшении инфраструктуры наших городов, улучшении качества жизни людей, уже является преступлением, и за это нас следует наказать. Они говорят о возможном нарушении законодательства после выборов и непонятно, каких источниках финансирования. Их попытка нашего отстранения равна нулю. Из судебной инстанции, которые до сих пор рассматривали определенные заявления, касающиеся партии «Шанс», это продемонстрировали. «Мы идем вперед, ничего не боясь». Кандидат на должность примара Бельц от партии «Шанс» Виктория Шапа написала на своей странице в Facebook следующее. «Вместе с Алексеем Лунгу и со всей командой не позволим никакого беззакония против нас и вашего права избирать. 5 ноября добро победит зло навсегда», – написала кандидат. «Мы попытались выяснить в Центральной избирательной комиссии, получено ли обращение директора СИП, однако секретарь ЦИК Александру Берлинский не ответил на наш звонок. Заседание комиссии назначено на 15.00, и одна из тем повестки дня касается уведомления Службы разведки и безопасности, Генерального инспектората полиции и их территориальных подразделений». Дело о регистрации Андрея Даника кандидатом на пост столичного градоначальника рассмотрят теперь и в Высшей судебной палате. И это после того, как сам лидер общественно-политического движения «Спиранца Надежда» выиграл дело в апелляционной палате Кишинева, которая обязала Центральную избирательную комиссию зарегистрировать Даника в качестве кандидата в мэры столицы. Но в ЦИКе решили обжаловать решение апелляционной палаты ВСП. На данный момент в гонке за кресло Кишиневского мэра зарегистрировано 27 кандидатов. Андрей Даника от движения «Спиранца Надежда» может стать 28-м в избирательном бюллетене. Агентство ИПН запросило о комментарии у представителей Центра избиркома с учетом того, что окончательного решения все еще нет, а избирательные бюллетени уже печатаются. ЦИК заверяет, что печать бюллетеней будет произведена вовремя и все зарегистрированные кандидаты будут включены в избирательный бюллетень, рассказала руководитель отдела коммуникации, связи с общественностью и СМИ Центра избиркома Радика Сырбу. Добавим, ранее избирательный совет столичного муниципального округа не допустил Андрея Даника к избирательной гонке на пост градоначальника, так как он уже был зарегистрирован кандидатом на должность мэра села Кондрица. На всеобщих местных выборах 5 ноября экзитпол проводиться не будет. В беседе с агентством ИПН руководитель управления по коммуникациям, связям с общественностью и средством массовой информации Центра избиркома Радика Сырбу сообщила, что срок подачи запросов на разрешение экзитполов истек 28 октября. Запросов на проведение экзитпола не зарегистрировано. Для второго тура, который состоится 19 ноября, заявки на проведение экзитпола могут подаваться за 7 дней до выборов. Напомним, что экзитпол — это процедура опроса граждан об их избирательных предпочтениях, проводимая на выходе из избирательных участков после голосования. И вернемся к главной теме этого дня — приостановлении лицензии и навещания шести телеканалов Республики Молдова. Добавим, что Аризонт ТВ и АйТВ сделали публичное заявление относительно беспрецедентной новой атаки на свободу СМИ в Республике Молдова. В нем говорится, цитата, Сегодня репрессивные органы государства в лице Службы информации и безопасности политически полностью подчиненной нынешней власти предприняли новую яростную атаку на свободу СМИ и фундаментальное право на свободное выражение мнений. Директор СИП выбросил в публичное пространство беспрецедентную дозу лжи в адрес нескольких телеканалов, необоснованно обвинив медиапровайдеров в манипуляциях, дезинформации, гибридной войне и всех возможных и невозможных преступлениях. Потребовав у комиссии по чрезвычайным ситуациям пресс, на виде действия лицензии шести телеканалов. Это указание СИП было немедленно исполнено правительством через комиссию по чрезвычайным ситуациям. Хотим отметить, что все обвинения, выдвинутые в адрес телеканалов, являются грубой ложью, не имеющей никаких доказательств и юридического обоснования. Телеканалы работают строго в соответствии с положениями Кодекса медиа-аудиовизуальных услуг и международными стандартами в этой сфере. Санкции, о которых говорилось, не имеют ничего общего с обвинениями в дезинформации, гибридной войне или чем-то еще, говорится в заявлении Аризонт ТВ и АйТВ. Аэропорт в Махачкале в воскресенье вечером заблокировала толпа антисемистски настроенных людей. Часть из них проникла на взлетное поле. Толпа врывалась в служебные помещения аэропорта в поисках прибывших на самолете из Тель-Авива граждан и жителей Израиля. В аэропорт прибыла полиция и Росгвардия. По итогам беспорядков и вмешательства полиции были задержаны 60 человек. Как минимум 20 получили ранения. Беспорядки в аэропорту Махачкалы начались после прибытия рейса из Израиля. Собравшиеся у аэропорта несколько сотен человек под антисемистские лозунги проверяли паспорта у выходивших из здания, чтобы не пускать прилетевших из Израиля. В том числе обыскивали полицейские машины. На одном из плакатов было написано «Детоубийцам нет места в Дагестане». «Проверяем машины, останавливаем паспорта, документы. Одну проверили, а это вторая пустая. Впоследствии часть собравшихся у аэропорта людей прорвалась в здание терминала толпа, проникла и на взлетно-посадочную полосу. Когда неуправляемая толпа штурмовала взлетно-посадочную полосу, бортпроводники попросили пассажиров как можно скорее вернуться в самолет. На место прибыли сначала несколько нарядов полиции, которые вели с протестующими разъяснительную работу, а затем открыли огонь в воздух. Протестовавшие забросали силовиков камнями и бутылками. Правоохранители задержали более 60 участников беспорядков. Об этом рассказали в МВД. Пострадали 9 сотрудников полиции, которые получили различные телесные ранения. Двое из них находятся в больнице, говорится в сообщении. В местном Минздраве отмечают, что пострадавших 20 человек. 10 из них были госпитализированы. Двое находятся в крайне тяжелом состоянии. Из-за беспорядков Росавиация закрыла аэропорт до 6 ноября, а все самолеты, направлявшиеся в Махачкалу, были перенаправлены в другие аэропорты, отмечает российское авиационное ведомство. Позднее оно допустило, что его откроют 31 октября в связи со стабилизацией ситуации. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Глава Дагестана Сергей Меликов обвинил, цитата, врагов России в усилении антисемистских настроений. Тель-Авив призвал Москву обеспечить безопасность всех израильских граждан и евреев. Официальный Израиль ожидает, что российские правоохранительные органы будут решительно действовать против участников беспорядков и подстрекательства, направленного против евреев и израильтян, говорится в заявлении офиса премьер-министра Бениамина Нетаньяху. Он подчеркнул, что Тель-Авив со всей серьезностью относится к попыткам причинить вред израильским гражданам и евреям, где бы то ни было. Добавим, антисемистские митинги против военной кампании Израиля прошли в минувшие выходные и в других городах Северного Кавказа. Конфликт на Ближнем Востоке разразился после того, как члены группировки «Хамас» штурмовали и Израиль 7 октября, убив более тысячи человек и взяв заложники свыше двух сотен. Тель-Авив ответил военной кампании против «Газы», в результате которой, как полагают, погибло около 8 тысяч человек и была разрушена большая часть города. Более 50 молдавских и американских солдат в воскресенье провели тренировку по прыжкам с парашютом в рамках совместных учений. Прыжки были совершены на высоте 350 метров самолета НАТО, приземлившегося вчера в аэропорту Кишинева. Бойцы батальона спецназначения «Фулджер», а также американские военные, дислоцированные в Европе, совершали прыжки вблизи населенных пунктов Флорежского района и Бельц. Целью учения является развитие способностей и повышение уровня взаимодействия между участниками тренировок, а также внедрение современных техник, методов и процедур по индивидуальной и коллективной военной подготовке, говорится в пресс-релизе национальной армии. Борец греко-римского стиля Александрин Гуцу стал победителем чемпионата мира по борьбе среди спортсменов до 23 лет. Соревнования завершились в столице Албании – Тиране. В решающей схватке в весовой категории до 77 килограммов Гуцу взял верх над Хасаем Гасанлы из Азербайджана со счетом 3-1. На пути к финалу молдовский борец победил соперников из Сербии, Албании, Бельгии и Киргизии. Отметим, что в этом году Александрин Гуцу также стал чемпионом Европы для спортсменов до 23 лет. На соревнованиях в Тиране представители Молдовы в общей сложности завоевали 6 медалей, 2 серебряные в вольной борьбе, золотую и серебряную в женской, а также золотую и бронзовую в греко-римской. На этом выпуск новостей завершен. В студии была Ирина Варсан. Напомню, что прямой эфир телеканала «Аризонт ТВ» сейчас можно смотреть в интернете по адресу tv6.live. Не пропустите в 21.00 вечерние новости. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин